Ну что, тема нефти действительно очень важная для экономики России, в первую очередь. Обсудим это с экспертом, с нами на связи Евгений Добряк, эксперт-международник. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Здравствуйте. Объясните нам, пожалуйста, вот эти вот заключения, договор, который был заключен якобы в Саудовской Аравии, как он отразится на добыче нефти в России, на ее цене и в итоге на экономике Российской Федерации? Ну смотрите, дело в том, что визит Джозефа Байдена на Ближний Восток, в Израиль и в Саудовскую Аравию, а затем проведение вот этой вот масштабной конференции лидеров стран Залива и приехавших по приглашению короля Саудовской Аравии Сальмана, президента Египта Ассисии, короля Иордании Абдаллы II и премьер-министра Ирака, это достаточно историческое событие, которое повлияло в первую очередь на следующее событие. Первое. Достаточно плотно Соединенные Штаты доказали свое доминирующее стратегическое присутствие в регионе Ближнего и Среднего Востока. Второе. Было официальное заявление саудовской стороны о том, что они готовы увеличить до 13 миллионов баррелей в сутки за два месяца нефти. Дальше. В рамках ОПЕК в начале августа будет проведено заседание ОПЕК, в котором другие страны Залива также примут такое же решение, но мы не знаем в каких количествах. Это Объединенные Арабские Эмираты в первую очередь, это Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Ирак. Какое количество нефти мы посмотрим. То есть достаточно идет серьезная тенденция к тому, что на рынок мировой будет выброшено достаточное количество нефти, тем самым будет снижена цена на нефть и, естественно, это повлияет на нефтяной рынок мировой, энергетический рынок мировой, ну и, естественно, на ситуацию с нефтью в Российской Федерации. То есть, по прогнозам экспертов, в следующем году с марта месяца добыча нефти в России сократится где-то на 56%, и тем самым это приведет к тем вариациям, когда поступление в бюджет Российской Федерации снизится до достаточно критического уровня. То есть, действительно, тут я согласен с постом Чичварькина, полностью повторяется вот та модель, которая была в 1985-86 году, когда договоренность была между Рональдом Рейганом и королем Фахидом в Саудовской Аравии, когда было выброшено большое количество нефти, обвалили сцены на нефть, и советская нефть стала неконкурентно способной. То есть, в принципе, действительно, это исторический визит, и для Украины играет и имеет огромное значение. И я вам скажу, Байден пошел на беспрецедентные имиджевые свои потери, потому что, если подсчитать западную прессу, много критики идет по поводу этого визита, но, во всяком случае, первое, с региона Ближнего и Среднего Востока выдавлена Россия и Китай, потому что там не только шлось о нефти, а взамен Байден привез гарантии безопасности региона всего, и для Израиля, и для сунмитских арабских монархий. Плюс высокотехнологические вопросы, высокотехнологические, это полностью телекоммуникационное переоснащение той же Саудовской Аравии 5G, 6G, американскими технологиями, американскими системами. Ну и, естественно, взамен получил одобрение на увеличение добычи нефти. То есть это, я считаю, достаточно позитивный сигнал для и Европы, и для вообще геоэкономической ситуации в мире. Евгений, а скажите, пожалуйста, по поводу газа. Сейчас не менее важная тема для Европы, в частности. На этих встречах обсуждался вопрос, возможно, увеличения добычи газа в том числе? Ну, здесь не совсем увеличение добычи газа, а замещение российского газа, например, ближневосточным газом или североафриканским газом. Да, здесь, ну, например, Германия уже подписала с Катаром соглашение о поставках с 2024 года достаточно крупных объемов жиженного газа, плюс Соединенные Штаты в Германию будут поставлять жиженный газ. Израиль и Египет также обеспечат определенные объемы. Ну и сейчас ведется Евросоюзом достаточно серьезная работа по переговорный процесс с Алжиром, Сенегалом, Нигерией, Анголой также по поставкам газа в Европу. То есть, в принципе, там достаточно большие запасы газа. С газом сложнее, чем с нефтью, но эта работа ведется, и я думаю, что она тоже через какое-то определенное время будет достаточно играть позитивную роль. Я думаю, что российский газ тоже в будущем будет замещен североафриканским и ближневосточным газом. Евгений, спрошу вас про другой регион, точнее, про другую страну этого региона. Речь идет об Израиле. Евгений Корничук, это посол Украины в Израиле, он сказал о том, что замечены были в последнее время огромные финансирования пророссийских, соответственно, антиукраинских митингов в Израиле. Вот такие города, как, например, Хайфа, Нитания, там пытались проводить прямо перед самим посольством некие акции. Скажите, как борьба за мнение общественных израильтян и за мнение политикума, за его лояльность сейчас идет? Кто выигрывает? Ну, то, что Россия это делает, вы прекрасно знаете, она пытается это делать по всему миру, в том числе не исключение является Израиль, потому что в Израиле есть большое количество выходцев из России русскоязычных. Но сама стратегическая концепция Израиля сейчас меняется по отношению к России. Действительно, у них были с Россией определенные договоренности в плане безопасности, ну, по Сирии и близлежащих территориях, да, где Израиль мог наносить свои удары по позициям иранских сражей исламской революции, которые там присутствуют, плюс там Хезбалла рядом. Однако на сегодняшний день, вот как раз именно после визита Байдена, когда было определено и для Израиля, и для арабских государств, арабского Персидского залива, определен всеми ими, главный враг это Иран, их ядерная программа, и естественно Соединенные Штаты заявили, что они любым способом, то ли дипломатическим, то ли военным путем, не допустят получения ядерного оружия Ирану. То есть это и есть главная задача, которая на сегодняшний день, я надеюсь, переформатирует и отношения Израиля по отношению к войне в Украине. Вот, возможно, мы даже какую-то получим помощь военную или военно-техническую, я сейчас пока не могу сказать об этом точно, но во всяком случае здесь сходятся вот такие глобальные интересы Соединенных Штатов, Израиля и арабских стран, арабского Персидского залива. Например, в странах Балтии и вообще в многих странах Европы были заблокированы частоты, на которых вещала Russia Today, пропагандистский канал, который врал 8 лет о событиях в Украине и поддерживал режим Путина. В Израиле, насколько нам известно, пропагандистские каналы до сих пор вещают, их никто не блокировал. Как вы думаете, почему это происходит, и не стоило бы на это обратить внимание? Ведь именно они меняют и вводят в манипулятивное состояние общественное мнение, в первую очередь. Ну, Израиль же не присоединился вообще к санкциям каким-либо против Российской Федерации. Я же говорю из-за того, что они имели такую нейтральную позицию по этому вопросу, рассматриваясь только гуманитарные аспекты. Хотя по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей войну в Украине, которая была с начала агрессии, Израиль проголосовал за эту резолюцию. То есть это уже был первый шаг. Естественно, сейчас, после всех событий, которые мы сейчас наблюдали, я думаю, позиция Израиля будет пересмотрена в этом аспекте. Это в первую очередь информационное поле, я с вами согласен, потому что очень большое количество пропагандистских вопросов есть и связано с этим, которое дестабилизирует и общество, и ситуацию по отношению к войне в Украине. Я думаю, что через какое-то время мы увидим немножко другую позицию Израиля в этом аспекте, связанную со всем, и с санкционной политикой, и с информационной политикой, и так далее. Но это надо время для этого, потому что регион сложный, и Израиль находится в очень сложной ситуации. Вы прекрасно знаете, он окружен достаточно агрессивными группами. Это и Хезбалла, это и Хамас, это те же ИГИЛ, Аль-Каида, но самое главное – Иран. Иран – это главный-главный-главный враг Израиля. Поэтому здесь Израиль балансировал, но на сегодняшний день, получив вот эти вот гарантии, а самое главное – это система, общая система противоракетной, противовоздушной обороны региона, о которой говорил Байден и в Израиле, и в Джиге. И это тоже очень немаловажный фактор, который может повернуть вот эту всю ситуацию совершенно в другую сторону. И тогда Российская Федерация, ну я же говорю, она выбита уже на сегодняшний день, будем говорить де-факто, с региона Ближнего и Среднего Востока. Тоже в том, в том, в плане и военном, и военно-политическом. Ну, будем надеяться, что она и не вернется туда, потому что вот вроде как анонсировали встречу Раджепа Эрдогана с Путиным, они будут обсуждать, я так понял, вопрос Сирии, будем следить за этими сообщениями, надеемся, что... Ну, это в Раде, да. Да, надеемся, что Эрдоган намекнет Путину о том, что из этого региона ему пора выходить. Ну, это все-таки догадки и прогнозы. Спасибо вам огромное за вашу комментарий. Да, это то, что хотелось бы услышать. Евгений Добряк, эксперт международный, был с нами на связи. Это Фридом, мы продолжаем эфир и поговорим о событиях на временно оккупированных украинских территориях, события там развиваются. Вот, в частности, в Северодонецке недавно был подорван автомобиль.